привет в сегодняшнем видео без лишних слов я расскажу про этот безобразный нарост что это бородавка стержневая мозоль обычная межпальцевая мозоль или что-то другое вы узнаете смотря это видео подобный нарост вызывает кучу неприятных ощущений в начале обязательно нужно убедиться что это не бородавка поэтому тщательно осматриваем и собираем анамнез у клиента здесь отчетливо видно что на пальчиках мозоли соединяются друг с другом как мозаика следовательно данная проблема появилась после длительного чрезмерного давления это обычная межпальцевая мозоль такие мозоли появляются в основном у людей с поперечным плоскостопием также у людей которые носят узкую обувь избавиться от этой проблемы навсегда реально единственное нельзя прижигать межпальцевую мозоль на ногах лазерем и азотом ведь ткани на этих местах очень нежные и чувствительные а косточка давит на фалангу четвертого пальца для начала я размягчу мозоль аккуратно наношу биогель лишь на место мозоли не выходя за контур затем для активации эффекта биогеля покрываю пальчик ватным диском смоченной в теплой воде и оставляю мариноваться на 35 минут по окончанию аппликации снимаю ватный диск и протираю место убирая лишний биогель затем беру полую насадку зубчиками для того чтобы высверлить данную мозоль ссылку на товар скину в описании под видео данный инструмент выглядит намного опаснее и страшнее чем есть на самом деле работать с ним очень удобно а для любителей своей работы очень интересно аппарат я включаю приблизительно на 25-30 тысяч оборотов аппарат включен в режим forward аккуратными движениями плавно углубляясь внутрь таким образом насадка высверливает всю сухую кожу таким образом с каждым шагом углубляемся внутрь все больше и больше ручку аппарата нужно держать уверенно чтобы фреза не съехала и мы не ранили клиента во время работы обязательно уточняем у клиента о его ощущениях работая с мертвой огрубевший кожей клиент абсолютно ничего не ощущает в глубине мозоли видно красное пятнышко это кровопотек от самопроизвольного обрезания данной мозоли собственноручно клиентам гематомка запеклась также в сухой коже поэтому сухую кожу с гематомой мы также высверливаем полностью по чуть-чуть по чуть-чуть продвигаемся вглубь но следует вовремя остановиться останавливаем работу с данной насадкой в тот момент когда клиент говорит что чувствительность возвращается сухая кожа от мозоли осталось лишь по контуру там насадкой мы не работаем так как очень близко находится живая чувствительная кожа сухую кожу по контуру мы срежем щипчиками это сделать не тяжело ведь сухая мертвая кожа отличается от здоровой своим цветом она напоминает застывший воск накожницами аккуратно захватываем сухую кожу зажимаем щипчики и делаем срез потянув инструмент вниз теперь смотрим что нам осталось доработать вокруг живая здоровая кожа сухая осталась лишь по центру мы ее аккуратненько поддеваем шпателем интересуемся у клиента есть ли ощущение если их нет то сухую кожу еще можно и нужно срезать все сухое что поддевалась шпателем сейчас мы дорезаем накожницами с удлиненным носиком затем алмазной насадкой с синей насечкой зашлифовываем место среза чтобы кожа не была рваная и впоследствии не образовалась бахрома из кожи с каждым разом не забывайте смещать насадку чтобы кожа не нагрелась затем беру шлифовщик и аккуратно зашлифовываю кожу доводя ее до нужного нам состояния теперь нужно обработать вторую половинку пазла здесь кожа более нежная и мозоль обработать на самом деле тяжелей здесь я использую алмазную насадку с красной насечкой так как эта насадка более мягкая и щадящая прохожусь по контуру мозоли спиливая все сухое на межфаланговом суставе пятого пальца также есть мозоль из-за давления узкой обуви эту мозоль также следует убрать для этого я буду использовать керамическую насадку шар зеленой насечкой данная насадка отлично справляется с подобными проблемами она также спиливает лишь сухую кожу по живой коже она лишь скатывается поэтому работать ей в принципе безопасно аппарат включен также на 25 тысяч оборотов и аккуратненько спиливаем всю сухую кожу во время этого процесса клиент также не испытывает абсолютно никаких неприятных ощущений трогаем чтобы место обработки не нагревалась и продолжаем спиливать сухую кожу завершаем процесс шлифовщиком убирая все заусенцы обрабатывая антисептиком тщательно протираю и смотрю все ли я зачистила нет ли каких-то оставшихся не обработанных сухих участков кожи смотрим межпальцевая мозоль удалена и теперь 5 и 4 пальчик не давят друг на друга так сильно как это было до обработки и пазла больше нет над межфаланговым суставом также мозоль убрали наносим заживляющий препарат хорошо в таком случае использовать мазь аркады а теперь необходимо сделать разгрузку для этого на пробу я заказала с сайта алиэкспресс некоторые вариации для межпальцевой разгрузки такой себе колпачок на пальчик с силиконовой растопыркой для пальцев за счет того что силикон довольно мягкий давление палец об палец убирается такие разделители для пальцев бывают разных вариантов больше всех мне понравилась эта силиконовая штучка сразу на два пальца она более мягкая и универсальная есть также полностью силиконовая растопырка она также очень мягкая без запаха сейчас покажу в деле как это действует данная растопырка мне не очень понравилась так как она на более длинные пальчики также обязательно нужно подбирать по размеру чтобы пальцы просто-напросто не вывернулись другую сторону это мягкая маленькая растопырка понравилась не больше всего ее можно регулировать и смещать выше или ниже по фаланге она не очень широкая первые минуты на ноге она ощущается довольно сильно потом забываешь и ноге становится комфортно главное не забывать о правильной удобной обуви ведь самый лучший помощник в решении этой проблемы это сам клиент спасибо за просмотр подписывайтесь на канал ставьте лайки и дизлайки увидимся в следующем видео дальше больше пока пока